Игры, знакомства и новые знания. Все это про летний отдых в детском лагере. В регионе стартовали первые смены. Более 4 тысяч детей сейчас поправляют здоровье и набираются сил в загородных лагерях Ульяновской области. Из них полторы тысячи – это дети из многодетных и малоимущих семей и семей участников СВО. Они отдыхают в лагерях абсолютно бесплатно. Это не просто лагерь для отдыха. Это лагерь для получения новых знаний, новых компетенций. И в каждом лагере, прежде чем запуститься, согласовываются экспертами программа лагеря. И большое внимание мы уделяем профориентации. У нас смен большое количество, начиная от творческих, заканчивая IT. В санатории ИТИЛЬ все лето ребята будут знакомиться с профессией программиста. Научатся работать на самых популярных языках – Пайтоне и Джава. Для самых маленьких – алгоритмика, логика и скретч-программирование. А также интересные мастер-классы по беспилотным летательным аппаратам и робототехнике. В конце смены каждый отряд создаст проект и защитит его. Программа «Легенда лагеря» разработана именно в IT-направлении. По результатам обучения ребята, которые занимались программированием, мы разработали квест. И некоторые станции этого квеста будут запрограммированы именно на занятиях. Допустим, подходят к какому-то столу, считают QR-код, и у них в телефоне появляется подсказка, где нужно искать следующую подсказку или уже окончательный вариант сокровищ. Ну, что-то вот в этом роде. Мы в соответствии с легендой лагеря, мы ищем недостающие части формулы, которые позволят вылечить взрослых. Спасти взрослых от цифровой болезни детям помогут опытные педагоги Центра цифрового образования детей IT-куб. На протяжении трех недель ребята занимаются программированием каждый день по 90 минут. Многие из них уже давно увлекаются IT-направлениями, а кто-то впервые знакомится с информационными технологиями. Хотел очень давно уже начать заниматься IT, что-то попробовать новое. Ну, и еще, потому что я поехал не один, а еще с двумя друзьями, ну, и вот поэтому и приехал сюда. Кроме IT в Ульяновских лагерях, дети познакомятся с авиационной промышленностью, сельским хозяйством, инженерией и робототехникой. Профориентационные смены позволяют решить задачи проекта «Билет. Будущее», инициированным президентом России Владимиром Путиным. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда.ТВ